Иркутская газета Сейчас из нашего традиционного киоска телекомпании Аист отправимся в знакомое всем вам путешествие по городам и весям нашего региона. Маршрут тоже известный, Иркут, далее везде. Но вот в этот раз вместе с нами в качестве руководителя маршрута отправится руководитель сайта Иркутской газеты «Областная» Екатерина Белых. Катя, я приветствую тебя. Тысячу лет мы знакомы, но вот в этом качестве встречаемся впервые. Мы обычно начинаем с первой полосы. Вот давай, что тебя привлекло на первой полосе? О чем ты, читая эту информацию, не можешь умолчать? Добрый день. Очень рада быть здесь сегодня. Ну, во-первых, много, конечно, очень интересных материалов. Номер сложился. И важный материал, который, я думаю, беспокоит многих, про ипотеку. Ага. Да. Это дело серьезное. Согласитесь, жилищный вопрос, он… Вопрос один из самых-самых-самых. Но смущных. И, наверное, еще будет продолжаться какое-то определенное время, не знаю сколько, и будет считаться одним из самых актуальных. Продолжай. И наш обозреватель Елена Пшонко написала очень серьезный материал. Она взяла комментарии у представителя ведущих банков, у Сбербанка, у ВТБ, о том, как обстоят дела сегодня на Иркутском рынке ипотеки. И оказалось, что отмечен серьезный рост. То есть люди ипотеку берут. А что делать остается? Жить-то надо где-то. Нет, но я как бы все-таки надеюсь, что это связано с какой-то некой стабилизацией и уверенностью в завтрашнем дне. Вот. И что примерно сумма такая средняя заемных средств – это полтора миллиона. Так. Вот. И что сейчас отмечена такая наиболее привлекательная ставка. Сколько? О ипотеке. Ну, она варьируется как бы в каждом банке, зависит там от ряда условий. Но тем, кто вот думает об ипотеке, мне кажется, этот материал поможет и позволит еще раз задуматься, что может быть именно сейчас стоит улучшить свои жилищные условия. Но ставка-то становится ниже? Да, ставка, она минимальная за вот какой-то предшествующий период. Но эксперты, они сходятся в том мнении, что вряд ли нас ждет еще большее понижение. Понятно. Да. Понятно. Вот. Ну, хорошо. Я затрудняюсь по поводу того, а вот если ставка, так сказать, не будет ниже, я тогда затрудняюсь. Не знаю, чему радоваться, честно говоря. Ну, радоваться, я думаю, возможности того, что все-таки можно. Сам факт, что возможности людей появляется, вот это хороший знак. Ну, хорошо. Это что касается вот нашей первой полосы в этой части. Вот передо мной тут иркутская культура покорила столицу. Название-то какое высокое. Ни больше, ни меньше. Ни больше, ни меньше, ни дать, ни взять. Теперь, естественно, вопрос возникает. Чем и почему? Даже два вопроса. Ну, вообще, на минувшей неделе столицу покоряла не только культура Иркутской области, а вообще покоряла Иркутская область, так как проходили празднования Дней Иркутской области в Москве. Да, 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 это очень известное такое большое событие для региона. Да, это такой, как бы, это такая вот, ну, жирная точка, назовем это так, вообще итог всего вот этого празднования, которое было у нас в 80-летии Иркутской области. От нас ездила большая делегация, ну, во главе с губернатором, естественно. Там было много важных встреч, и в том числе и Иркутская область была представлена в Государственной Думе, там была выставка, то есть еще раз всей стране напомнили о том, какой у Иркутской области широкий и большой потенциал, экономический, промышленный, вот. Ну, и, конечно, культура. Были, Иркутск был представлен, как и иркутскими художниками, то есть там открылись иркутские выставки, и музыкантами. Денис Мацуев, естественно, исполнял известное произведение. Ну, вижу, что и драмтеатр там. Драмтеатр, конечно, отметился спектаклем «Прощание с матерой». Понятно. И был еще спектакль по Вампилову. Понятно. Тоже, да. То есть вот произведения наших классиков там. Оценили. Тоже оценили. Да. Очень важно, что они прозвучали. Да, мы собрали положительные отклики. То есть люди писали свои восторженные, так сказать, отзывы в социальных сетях. Вот Елена Орлова подготовила этот материал. Ага, значит, тот, кто интересует и того, точнее, кого интересует состояние и иркутской культуры, и вообще потенциал иркутского региона, вот из этой статьи они могут получить необходимую для себя информацию. Да. Ну, у нас, поскольку ты вот здесь первый раз, у нас обычно на первой полосе всегда в правом углу есть такая рубрика своими мыслями по поводу делится кто-то из руководителей области. Сегодня, не изменяя себе, делится с нами Сергей Брилко, председатель законодательного собрания. О чем он говорит? И он говорит о том, что очень важно в бюджете следующего года предусмотреть средства на оборудование компьютерных классов в школах области. Но и не только именно оборудование, но и провести сеть интернет. И это очень актуально, особенно в сельских школах отдаленных регионов. Давай закончим, тем у нас время немного остается. Какой материал тебе лично, вот с точки зрения журналистики, понравился больше всего? Вот что бы ты посоветовала почитать, откуда ваша аудитория извлекла бы для себя необычайно много полезной информации и, так сказать, красиво поданной? Мне кажется, что актуальный очень материал из дела Анны Виговска – это дебют в профессии про неделю без турникетов. Понятно. Да, потому что вопрос выбора профессии, который волнует старшеклассников и их родителей – это очень важно. Крайне серьезное дело. Ну, я поздравляю Анну, сохраню название «С дебютом в профессии», а тебя поздравляю с дебютом в нашем газетном обзоре. Надеюсь, мы с тобой еще не раз будем встречаться. А вас благодарю, что вы были вместе с нами и по-прежнему призываю читать Иркутскую газету «Областная», где есть массу интересных событий и массу интересной информации обо всем том, что происходит у нас в регионе каждую неделю. Всего вам доброго. Катюш, спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»